Либера, конечно, такой футбольный вратарь. И она психологически была уже готова в Либеру переходить. Саби, васаби, 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 васаби. Надо было включить удовольствие, желание. Что вы сделали, по сути, да? Да, и мы не думали о результате. На, что сделал? А вы попробуйте на камеру сыграть и в шар попасть. Талантливый человек талантлив во всем. Молодая, перспективная и уже звездочка нашей страны. Участница клубного чемпионата мира и победительница клубного чемпионата Азии. Сабира. Сегодня мы с ней проведем очень интересное время. Ура! Саби, васаби, это наша Либера. Васаби, васаби, васаби. Великолепно. Что больше всего заряжает эмоционально во время игры? Ну, конечно, это когда такой сложный мяч какой-нибудь. Просто какая-нибудь тяжелая ситуация. И мы просто, когда каждый коснулся мяча, долгий розыгрыш. И в итоге, когда забиваешь очко. Ну, даже кто-то другой забивает очко, конечно, всегда. Оттуда берешь эмоции, например, заряжаешься. Ну, и, наверное, когда сделаешь все идеально, сделаешь все по плану, сделаешь все четко, каждое движение там продумаешь, осознанно подошел к этому ситуации, к съему мяча, например. И когда каждый просто все идеально сделал, хорошо довели, хорошо дали пас и хорошо отлично забили. Вот. Тогда от этого становится хорошо всем. И тренеру, и нам. И статистике. И статистике. Она с самого детства в вашем сопровождении, под вашим наблюдением. Как вообще вам удалось вывести игрока на такой уровень? И сколько вообще потребовалось времени? Ну, времени. Много потребовалось. Я ее пригласил-то в возрасте, наверное, она была в пятом классе, в шестом. Она та еще занималась танцами. Танцами. И было сложно ее вытащить с танцев, заточить. Ну, за счет ее подружки. Я и подружку на секцию взял по волейболу и ее. И вот пришла, потихонечку начала заниматься на тот момент. Мы еще в Кемерязи когда были. Потом поездки начались, чемпионаты областные, республиканские. Вот потихоньку, помаленьку, дошла. Она очень смышленная девочка. Как бы налитую все схватывает. Вот. Постоянно много вопросов задавала. В именно тренировочном процессе, игр. В детскую лигу она проходила как центральная блокирующая. Кстати, постоянно в детской лиге ее паспорт проверяли. Что я ее омолодил. Вопросов очень много было потом по этому поводу. Вот. Потом, соответственно, она перешла в доигровку. Так, в РОС уже не позволяла. А потом, когда мы уже в национальную лигу перешли, я уже говорю, надо собирать ей потихоньку переходить. И она как бы психологически была уже готова в Либеру переходить. Вот и зашла как бы сейчас неплохо. У тебя прям твоя карьера сейчас прям набирает обороты. Недавно ты побывала на клубном чемпионате Азии, где ты показала очень даже достойную красивую игру. После чего вообще ты, естественно, попала на клубный чемпионат мира. Ну, хочется узнать вообще, как для тебя клубный чемпионат Азии прошел. Ну, в клубный чемпионат Азии вспоминаем, конечно, такие теплые эмоции. Такое яркое завершение сезона. Потому что это уже был плей-офф, мы отыграли. Но мы были немножко расстроены, потому что мы все-таки проиграли принципиальному сопернику. И вышли на клубный чемпионат Азии только с такими положительными эмоциями. Потому что главное – отыграть хорошо, достойно. И мы дебютировали, получается, в первый раз. И выступали командой Куаныш, именно своим клубом родным на чемпионате Азии. Ну, когда мы прошли уже команды Таиланда, когда мы выиграли, нам уже было отлично. Нас уже похвалили, мы уже были довольны, уже думали, уже были счастливы, что мы играем вообще в финале. Просто в чемпионате Азии. Но именно в финале мы особо… Ну, я так думаю, что были рады, что мы вообще играем в финале. Но просто мы весь сезон проигрывали Алтаю 0-3. И было все равно какое-то ощущение, что будет тяжело по-любому. И что, может быть, любой исход, конечно… Настраивались. Настраивались, да. Но уже не знаем, как по-другому настроиться, что сделать. Потому что уже… Ну, осадок есть, когда ты проигрываешь постоянно 0-3. Не забираешь ни одну партию. И было тяжело настроиться. Но мы, наверное, сделали по-другому. Потому что мы не заботились ни о чем, просто играли. Надо было включить удовольствие, желание… Что вы сделали, по сути, да? Что вы сделали, да. И мы не думали о результате. И по ходу игры так получалось, что мы просто боролись за каждый мяч и были счастливы любому мячу забитому и проигранному. Но вот были любому исходу настроены положительно. Ты раньше когда-нибудь играла билят? Ну, так, пару раз баловалась. Пару раз баловалась, это знаешь. Ну, шучу, шучу, шучу. Ну, бильярд есть несколько видов игры, значит. В основном есть свободная пирамида. Это когда вот красным шаром бьешь, разбиваешь шар и забиваешь любой, который тебе нравится сам. Есть московская пирамида, играет только одним красным шаром. Но сейчас в основном девочки наши играют, значит, свободную пирамиду. Поэтому сейчас я тебе покажу, как, значит, это делается. Так, в первую очередь вот ки. Давай? Значит, сначала смотришь, вот ложишь ки примерно вот посередине шара. Потом, значит, вот правая нога идет вот таким образом. И левая нога вспомогательная. И упирается рукой. Вот это называется мост. 70% сил здесь. Значит, 30% здесь вот. Поэтому, значит, вот стойка должна быть таким образом. Вот нижним образом. И вот сильнейший вот разбой. Ага, сильнейший разбой. После этого, значит, смотришь, где тебе удобно бить, забивать лузы шары. Поэтому сейчас вот это все по новой поставим. Ты начнешь разбивать. Держи ки. Так вот мел. Перед каждым ударом, значит, обязательно надо мерить. Вот это, значит, таким. Где уберешь, вот подчеркиваешь. Так, все. Сабира, представь, что ты нападаешь. Раз, два. И на третьем сильно бьешь. Во, правильно. Разбой получился правильно, значит. Теперь вот смотрим. Так, мне понравилось. Смотрим, где близкие шары стоят к лузе. Какой шар можно бить? Я знаю такие термины. Свой и чужой. А, ну, сначала, значит, играем чужие. Вот эти два шара прямо смотрят вот в эту лузу. Поэтому, значит, так, правильно делаем, да. Раз, два, о, правильный удар. Чуть криво. Правильный удар был. Первый блинком. Так. Дальше можем играть. Дальше. Теперь какой шар можно посмотреть? Так. Красным шаром вот в середине, значит, удобно тебе? Свой? Да, вот красным шаром вот в середине. Да, не получилось, да? Слишком поменьше, потоньше надо было брать, наверное. Так, вот, мили. Моя награда. Мили обязательно. Мили. Почти. Вот сейчас какая ошибка была у тебя. Слишком много. Вот этот шар сначала ты меряешь вот так вот. Вот шар меряешь, вот точку. Вот эту точку видела? Вот, значит, меряем, значит, смотрим на глаз вот сюда. Потом, значит, вот эту точку, вот эту точку целимся, значит, и бьем. Тогда шар идет в лузу. А, твой умеешь бить? Вот так иногда. Вот давай, значит, твой тоже самое, значит, геометрия простая. Вот отражение, отражение, да? Вот, вот сюда надо попасть шар, вот этим шаром, вот этим повыше шара, и надо попадать именно вот на эту точку, значит, поближе, да? Вот сюда, твой. Твоя. Не сильно много взяла. А? Не сильно много взяла, а потоньше, да, типа брать? Так, сегодня в итоге. Сейчас я подожди пройду сюда. Чуть залезу. Сейчас покажу. Так, вот, в эту точку. Не сильно. Не сильно… Вот так вот Играи… Идём… Играи… Раз, два, три, три, раз, два. Чуть криво идёт. Криво идёт? Тогда подожди, ты сначала точку найди. Как мы говорили, значит, криво. Вот середина, видишь? Вот точка. А это для того, чтобы точку, значит, ты должна ближе встать. Ближе вот сюда, ногу ближе ставить. И вот отсюда, значит, ты дотягиваешься вот до сюда. Такой, видишь? Вот правую ногу. Вот давай, вот в этом положении, значит. В этом положении. Правую руку возьми. Меня вот эту ногу ближе вот сюда. Ближе, ближе, ближе. Так. А теперь задирай ногу. Так я забрала уже давно. Блин, да. Ставь руку. Вот так. Вот. Вот опять несочная, да? А что тебе больше всего нравится в твоем амплуа? Что бы ты выделила? Эмоционально, может быть. Может быть, даже технически, что у тебя лучше всего получается? Пока не знаю. Я не могу сказать, что у меня все супер получается, что от каждого элемента, какого-то элемента я там прям, ну, не знаю, как либера, наверное. Я, для меня нравится в защите, это, например, прочитать игрока, например, прочитать его, заранее выбрать место. И когда он тебя бьет, ты еще дай, да? Да, что я так, я уже тут, что-то... Да. Ну, а в приеме, например, уже такую волейбольную тему, когда ты, например, хорошо доводишь, и всегда, если первый темп прям хорошо забивает в пол, в три метра, вот тогда классно, когда ты идеально довел, да, и так хочется себя погладить. Либера, конечно, такой футбольный вратарь, человек, игрок, который не может забить, а вот помогает, спасает мячи, да, поднимает, ну, можно сказать, неблагодарная работа такая, подчищать... Черновая, да? Да, черную, которую не особо видно, ну, хороший зритель, хорошие мальчики такую работу заметят, ну, и главное, это помочь команде все-таки, чтобы команда чувствовала поддержку, чувствовала, что есть у нас в команде защита, есть прием, где можно зарабатывать, чтобы им легче было заработать очко, вот так вот. Я делаю все для того, чтобы они набирали очки и выигрывали игры. А у тебя есть какое-нибудь хобби, чем ты любишь заниматься? Может быть, свободное время, увлечения какие-нибудь? Ну, увлечения у нас, конечно, тренировки занимает все время наше, это два, редко у нас такого прям много свободного времени. Это, не знаю, для меня обязательно съездить к родным, все равно родители далеко немножко, нечасто их видишь. И родных у меня очень много, и мне хочется с каждым увидеться, времени на всех не хватит, меня на всех не хватит, и вот так на выходных выбираешься каждому, или в дороге даже, куда ты едешь, два-три часа у тебя пересадка где-нибудь, я обязательно съезжу к родственникам. Ну, мне нравится эта энергия, именно какая-то мои близкие все-таки. Все поддерживают, все за тебя. Да, они как в роли поддержки. Все поддерживают, все за тебя. Забираем. Ну что, ты прошла классный урок, и я думаю, у тебя сейчас есть шанс обыграть меня, ту, которая не прошла урок. Поиграем с тобой? Конечно, с удовольствием. На площадку я с тобой не выйду уже. А здесь еще можно попробовать. Ну, погнали. Начинай. Передаю эстафету. Ага. А, как мы играем? Только красным шаром или... Без разницы, не обязательно. Не обязательно, хорошо. Так, я уже умная. Ты мне сейчас будешь подсказывать. Стойка. Положение. Давай разобьем, да? Да, я уже. Давай разобьем. Давай разобьем. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть. Первый номер. Первый номер. О-о-о-о. Так. И... Собира, ну скажи, как тебе? Мне понравилось ли. Да, спасибо вам большое за такой интересный опыт. Надеюсь, это было для меня очень полезно. Надеюсь, что где-то пригодится. Ну, я тебе скажу, у нас победила дружба. Конечно. Я благодарю тебя за то, что ты потратила свое драгоценное время. И я познакомилась с тобой поближе. Мне это было очень приятно. И я желаю тебе как можно больше побед, чтобы ты лучше каждый раз и точнее делала доводку на площадке, связке, принимала, играла в защите. Ну и в целом везде и во всем только успехов. Спасибо большое вам. Ну, а мы на сегодня заканчиваем. Всем прекрасного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok